Добрый день! Я Валентин Кохлов и продолжаем цикл передач, посвященных истории средних веков. В прошлый раз была затронута тема первого столетия правления династии Мировинков. И вот мы закончили 612-м кодом, когда закончилась война двух королев Бурнгильды и Фредеконды, которая продолжалась 40 лет. И все королевство оказалось объединено под властью короля франков Хлотаря II. Значит, к чему пришло королевство? Конечно, это была эпоха большой такой разрухи после всех этих нескончаемых набегов на земли друг друга. Тем не менее, в это время уже сформировалось окончательно название частей королевств. Я уже говорил, что Австразия это восточные земли, Бургундия понятно, земли бургундов, Аквитания бывшие земли Весткотов. Появилось новое название. Название для севера Галии, земель севера Галии. Они стали называться Нейстрия. То есть, если раньше говорили про первых мировинских королев, как король Парижа, король Суассона, король Раимса, король Орлеана, то вот к концу VI века у Григория Турского встречается уже название Аквитания, Бургундия, Австразия. А между 613 и 642 годами в обиход летописцев уже входит название Нейстрия. Вот Нейстрия, откуда произошло это слово, в принципе, так какого-то окончательного мнения нет. Но вот есть гипотеза, мне она близка, что Нейстрия означает новые земли. Новые земли, завоеванные франками у римлян в Галлии, еще вот у Сягрия, скажем так, который Хлотвик завоевал в 486 и последующих годах. Значит, у Хлотаря он смог объединить все королевство, как вы помните, благодаря предательству королевы Бурнгильды со стороны австразийской и бургундской знати. Во главе о бургундской знати стоял майордом Варнахар. Вот слово майордом мы теперь будем встречать гораздо чаще. Если в прошлый раз только один раз оно было упомянуто, то сейчас мы постоянно будем говорить о майордомах, кто это такие. Значит, есть гипотеза, что вот это происходит еще от чиновников римской администрации. Вот был чиновник второго эшелона, назывался Комес Домором. Он управлял императорскими имениями на востоке империи, в Каппадокии. Есть гипотеза, что это управляющий королевским дворцом или магистр палати, оно преобразовалось в майор палати и, соответственно, в майордомус. Вот, собственно, майордомус, майордом, это то слово, которое вышло в наш обиход. Это чиновник, который управлял королевскими имениями, то есть не только дворцом, но и тем, что принадлежало королю в других частях королевства. А вообще, некоторые историки говорят, что он стал играть роль, которую играл ранее префект Претория, то есть высшее должностное лицо государственной администрации на данной территории. Ну, можно сказать, что первый министр, он же главный, он же единственный министр. Значит, в Австразии майордомом стал Пепин Ланденский, один из вождей австразийской знати. И, в принципе, он и Варнахара не управляли данными частями, а хлотарь поначалу он в основном-то управлял только нейстре, только своими землями исконными. Он в следующем, в 614 году, провел важную реформу. Он созвал в Париже собор духовенства и знати. Целью было восстановление королевства после многолетней войны. Церковь получила ряд важных привилегий, заложены независимости ее от гражданских властей. Тем не менее, король оставил за собой право назначать епископов. Это была такая важная особенность. Но о церкви мы еще поговорим в отдельных выпусках. Значит, что касается светской знати, то 614 год это дата, которую нужно, наверное, занести очень большими цифрами в учебнике истории. Потому что эдикт короля Хлотаря II фактически заложил первый камень, фундамент феодализма. Эта система еще не скоро сложится. Но вот в 614 году ей было положено начало. Благодаря чему? В эдикте речь идет о верных людях, которым должно быть возвращено имущество, если они сохранили верность королю. И это основа договорных отношений. Вот весь феодализм строится на взаимных договоренностях. Вот этот эдикт положил им начало. Договоренность между королем и верными людьми, которые получают имущество за то, что они сохраняют верность. Второе важное нововведение и то, что тоже способствовало зарождению феодальной системы, это положение эдикта о том, что королевские чиновники могли быть назначены только в те области, в которых у них были земли. То есть, у нас происходит объединение государственной власти и крупного землевладения. Впервые, можно сказать, так систематически оно было установлено законодательно. Это, конечно, имело благое намерение для того, чтобы королевские чиновники, графы были заинтересованы в благополучии тех земель, которым они управляют. Не просто, чтобы они выкачивали из них ресурсы, чтобы они их развивали. А для этого надо было совместить их личные интересы, интересы землевладельцев данной области и интересы их как представителей королевской администрации. Но результатом стал неожиданный, наверное, для Хлотаря эффект это формирование в течение последующих 200 лет земельной аристократии как отдельного сословия. В 623 году австразийцы, они давно уже требовали дать им отдельного своего короля. И они этого добились. Хлотарь короновал старшего сына Дагоберта. Ему исполнилось 15 лет. А 15 лет это возраст совершеннолетия у франков. Дагоберт был коронован королем Австразии. Он стал управлять, конечно же, не сам, а управляли по-прежнему Арнульф, епископ Меца и Пипин Лонденский. Который вот в том же году, в 623-м, стал майордомом Австразии. В 629 году Хлотарь умирает. И хотя местная, знать, хотела короновать в Нейстрии его второго сына Хариберта, но австразийцы и бургундцы настояли на том, что королем всех франков становится Дагоберт. Хариберт получил такой утешительный приз. Это юг Аквитании. Впрочем, он там был выделен в отдельное формальное королевство. Вот на карте это показано зеленым цветом. Но все-таки Дагоберт правил единолично всеми землями, можно сказать. Он казнил лидера Нейстрийской знати Бродульфа, дядю Хариберта, лишил Хариберта опоры. Он назначил майордомом Нейстрии верного ему человека, эго. В Австразию он отправил царствовать своего старшего сына Сигберта в 632 году. Но ему было всего лишь три года, конечно же, реально там правил Пепин Лонденский. А Дагоберт, он, по сути дела, был последним мировинским королем, который реально осуществлял управление страной. Между 613 и 639 годами очень усилились майордомы. Майордомов было трое. По частям королевства был майордом Нейстрии, был майордом Австразии, был майордом Бургундии. Если при Дагоберте они все же его подчиненные, то дальше они становятся фактически такими независимыми правителями, а короли утрачивают свою власть. При Дагоберте также произошло важное для последующих столетий нововведение, изменение. Он пытался организовать блестящий двор. В принципе, Дагоберт, он вошел в историю Франции, как вот такие добрые, старые, причем очень старые, древние времена. Как вот при короле Дагоберте аналог фразы при царе Горохе, можно так сказать. Так вот, Дагоберт собирает знатных юношей, как галоримского происхождения, так и франкского происхождения. К своему двору, в основном это дети тех верных людей, которые от Хлотаря II получили земли и власть в провинциях. И вот эти дети, знатки, они вместе собираются при дворе, они получают хорошее по тем временам образование, приобщаются к галоримской культуре. Дагоберт, в общем-то, многое сделал для того, чтобы оккультурить знать, особенно франкскую. Но, что произошло в результате вот этого кипящего котла при дворе Дагоберта, знать между собой перезнакомилась, знать приобрела какой-то базис культуры, базис образования. Осознала себя силой, осознала общность своих интересов. И, если раньше, при первых мировингов, мы особо не встречаем упоминания о знати, как об отдельном каком-то сословии. Это все-таки графы, это верные люди короля, это его чиновники. То уже вторая половина мировинговского правления, знать, это отдельный круг, это сословия, действительно, со своими интересами, со своим влиянием и противовес королю. И в дальнейшем будем видеть, как королевская власть слабеет, а знать, аристократия усиливается. Это очень быстро происходит во второй половине мировинговского правления. Дагоберт умирает в 639 году, ему наследуют сыновья Сигберт и Хлодвиг II. Сигберт II продолжает править в Австразии, примерно в то же время, что и Дагоберт умирает в майордом Пеппин. Король отдает пост майордома верному моему человеку, Аттону. Но, в общем-то, знать австразийское начинает свою игру, начинает саботировать влияние короля и его майордома. У Пеппина был сын Гримальд, который сам хотел, в общем-то, править. Очень показательно, что в битве с Тюрингами Франки как-то вот странно оставляет своего короля. Битва проиграна, король там чуть ли не в одиночестве еле избежал плена. Он достаточно молодой еще человек-то, на самом деле. Ему там 15 или 16 лет. Майордом Аттон в 642 году был убит, и король назначил майордомом Гримальда. У Сигберта II долгое время не было сына, и Гримальд убедил или принудил его усыновить своего сына Хильдеберта, которого явно готовил в преемнике. Почему? Потому что Хильдеберта – это королевское имя, как я говорил в передаче про Хлодвига. У Франков была традиция давать королевским детям имена королевские. То есть имена тех, кто уже правил и как бы передавал эстафету правления. То есть то, что майордом Гримальд, сын Пеппина, это не королевские имена, дал своему сыну имя Хильдеберта. Это кое-что значило для тех времен. Этот Хильдеберт получил прозвище в истории Хильдеберт-приемыш. Сам король то ли был убит, то ли умер своей смертью в 656 году. И хотя у него уже к тому времени родился родной сын Дегаберт, Гримальд добился того, что трон был передан именно Хильдеберту-приемышу. А Дегаберт отправился в монастырь и от греха подальше его церковники направили аж в Ирландию, чтобы руки Гримальда, видимо, не дотянулись до него и не способствовали тоже его преждевременной кончине. Интересно, что через 20 лет из Ирландии Дегаберт вернется и станет королем Австралии. Это уже совсем другая история. А в 639 году в Нейстрии и Бургундии стал править Хлодвиг II. Ему было всего лишь 5 лет. За него опять же правили его мать и его мэрдомы. В общем-то, и он, и Сигберт II получили название, вот впервые входит такое понятие в историю, как ленивые короли. То есть, короли, которые занимают престол, но не управляют, реально решены полноты власти. Мало вмешиваются в государственные дела, отдают их на откуп мэрдомом. Хлодвиг II, возможно, страдал каким-то неврологическим или психическим заболеванием, хотя подсадствовал довольно долго, 18 лет, умер своей смертью. Наследовал ему 7-летний сын Хлодвиг III. И вот здесь впервые тоже видим еще одну особенность, которой раньше не было. Королевство не делится между тремя сыновьями Хлодвига II. Все королевство получает старший сын. Реально правило вдова предыдущего короля и мэрдом Эбраин. Эбраин был властным и жестоким человеком. Он хотел объединить под своей властью все королевство франков. И в 661 или 662 годах он захватил и казнил короля Австразии Хильдеберта Приемыша и его отца мэрдома Гримальда. И он посадил на престол Австразии второго сына Хлодвига, которого звали Хильдерик. То есть стал король Австразии Хильдерик II. В 673 году правящий в Неистрии и Бургундии Хлотарь III умирает. Эбраин сажает на трон в этих королевствах третьего брата, младшего брата Теодориха III. Но вот неистрийская знать она была недовольна властным мэрдомом. Она составила заговор и отдала трон Хильдерику II Австразийскому королю. То есть он пришел в Неистрию и стал там править. Он не убил своего младшего брата, он его всего лишь там заточил, сослал в монастырь. Так же как и Эбраина. Однако неистрийцы на этот раз просчитались, потому что у Хильдерика был свой мэрдом. Вульфуальд австразиец. Вот они с молодым королем начали очень резко закручивать гайки, начали тоже править довольно жестко. В результате возник заговор против короля. И в 675 году он, его жена и старший сын Дагоперт были убиты на охоте. Возникла интересная ситуация. То есть с одной стороны был король Теодорих III. Он освободился из заточения. С другой стороны майордом Эбраин предложил в короли Хлодвига III, который возможно был внебрачным сыном Хлодвига III. А возможно и не был. То есть неизвестно происхождение вот этого Хлодвига III. И наконец, майордом Вульфуальд, который выжил, бежал в Австразию. Он возвращает из Ирландии Дагоберта II, вот того сына короля Сигберта, который 20 лет назад Гримальдом был отстранен от наследования престола. Вот вся неразбериха с этими тремя королями, она продолжалась 4 года. Эбраин перешел в лагерь Теодориха III. Бросил как бы маленького Хлодвига III. И тот был, то ли он сам умер, то ли он был убит. В 677 и 679 годах Теодорих III воевал с Дагобертом II. В результате вот этих военных действий последний, то есть Дагоберт II, был убит. А Теодорих III стал королем всех франков. И правил единолично до своей смерти в 690 или 691 году. Ну, правил это номинально, конечно. Он находился под властью знати, хотя Эбраин был убит в 680 году. Но после его смерти контроль над королевством доставался той или иной группировке знатных франков. И из этого соревнования группировок победителем вышел Пепин Герестальский. Это потомок, который по линии отца он был внуком Арнульфа Мецкого, вот того самого епископа Меца, который предал королеву Грунгильду. А по линии матери он был внуком Пепина Лонденского, второго вожака австразийской знати, предавшего Брунгильду. Таким образом, в лице Пепина Герестальского эти две линии знати объединились, и он стал таким безусловным вожаком австразийцев. Есть также еще интересная версия, которая не нашла своего документального подтверждения, но тем не менее она существует. Предком Арнульфа по этой версии был Хлодерих. Кто такой Хлодерих? Это вот в передаче про Хлодвига я говорил про короля репурианских франков, который в 508 году был убит, вот этот отца-убийца. И вот якобы у Хлодериха был сын, этот сын выжил, он пытался бороться за свои права, но не преуспел, но оставил потомство. И вот из этого потомства произошел и Арнульф. Соответственно, после Арнульфа и Пепин Герестальский. Пепин Герестальский был довольно влиятельным человеком, как я уже говорил, он основал свою династию. После него пост мейордома фактически передавался уже по наследству. Эта династия получила название изначально Пепениды, а впоследствии она стала известна лучше под другим именем, под именем королевской уже династии Каролингов. Но это будет еще не скоро, а пока умирает Теодолих III. После него ему наследуют два его сына, последовательно занимают престол, то есть королевство не делится. Сначала правит Хлодвиг IV до 695 года, а затем Хильдеберт III с 695 по 711 год. А затем сын последнего Дагеберт III, он правит в 711-715 годах. Реально, конечно же, управляет все это время Пепин. В 714 году Пепин умирает, и умирает его сын Гремаальд. Место майордома достается внуку Пепина Теодольду. Но Теодольду всего 6 лет. Правит реально вдова Пепина Плектруда. А у Пепина был еще незаконнорожденный сын Карл Мартелл. Он, конечно же, представляет опасность, по мнению Плектруды, для ее внука. И она заточила Карла Мартелла. А знатные Франки Нейстри, они как бы не захотели покоряться вдове Пепина. И, воспользовавшись смертью короля Дагеберта III в 715 году, восстали. Вытащили из забвения Хильперика II. Хильперик II это младший сын короля Хильдерика II, который был убит в 675 году. То есть, за сколько? За 40 лет до того. 40 лет он где-то был жив, в забвении. Тут о нем вспомнили уже немолодой человек. Его вытащили на свет Божий, признали королем. Майордомом стал Рагенфред. И Хильперик оказался, на самом деле, единственным из поздних мировингов, деятельным, неленивым королем. Он реально управлял королевством. Он вступил в союз с герцогом Аквитании, Эдом Великим. Тут тоже интересный такой факт, что Аквитания с середины 670-х годов, то есть, когда вот эта смута вся началась, стала независимым, де-факто независимым герцогством. Вот этот Эд Великий правил абсолютно самостоятельно. Ну вот, Хильперик вступил с ним в союз. И вместе они принудили Плектруду признать Хильперика королем всех франков. Тут маятник качнулся в противоположную сторону. Австразийцы уже не захотели, чтобы доминировали в королевстве на истрийцы. Они объединились вокруг Карла Мартелла. Карл Мартелл, он вышел из заточения, естественно, там Плектруда, все ему покорилось. В 717 году наносят поражение Хильперику и Рогенфреду. Вот Хильперик и его майордом Рогенфред, они бегут в Аквитанию к герцогу Эду. А Карл возводят на престол хлотаря 4-го. Предположительно, это сын Теодолиха 3-го, но неизвестно точно, сын или не сын, или неправочный сын. Впрочем, он умирает то ли через год, то ли через два. Хильперик и Эд мирятся с Карлом Мартеллом. Хильперик II возвращается на трон королевства франков. Эд сохраняет положение независимого правителя Аквитании. Карл остается майордомом трех частей франского королевства, то есть Нейстрии, Буркундии и Австразии. Возможно, этому примирению способствовала угроза с юга, потому что в 711 году арабы завоевали королевство Вестготов. И начинают они также набеги на юг королевства франков. С другой стороны, власть Карла Мартелла еще не была крепка в Германии, потому что из-под контроля выходят племена, покоренные ранее. Племена, алеманы, тюринги, бавары. В 721 году Хильперик II умирает. И после него вроде бы не осталось сына, наследника. И поэтому Карл Мартелл возводит на престол Теодориха IV. Теодорих IV это сын Дагоберта III. На момент смерти отца в 715 году Теодориху было 3 года. А короновали его в 9 лет. То есть он еще маленький, он еще несовершеннолетний. И понятно, что он только номинальный король, а правит Карл Мартелл. Он в 720-х годах занимается тем, что восстанавливает контроль над Германией. Он разбивает и покоряет герцогов Альмании, Тюрингии, Баварии. В следующее десятилетие он воюет с фризами. Это к северу франкских земель. Это в основном нынешние Нидерланды, север Нидерландов. Он их разбил и включил в состав франкского королевства. А тем временем на юге Эд Аквитанский сдерживает арабов. Арабы захватили Нарбону, они захватили Каркасон, ним. Они угрожали Тулузе, но не взяли ее. Сражения идут с переменным успехом. В принципе, Эд даже помирился с некоторыми арабами. Вошел даже в брачный союз. Но в 732 году арабский вали, наместник провинции Аль-Андалуз, которого звали Абдурахман Аль-Гафики, обрушился с достаточно большой армией на Аквитанию. Он перевалил через Пиренеи, разбил армию Эда, взял Бордо. Некоторые отряды арабов пошли на восток и взяли Атон, осадили Санс. Это вообще совсем недалеко от Парижа на самом-то деле. Но основная армия Абдурахмана, она двинулась на север, к богатому городу Тур, чтобы его взять. Эд бежал в Париж к Карлу Мартеллу, убедил его оказать помощь. И вот войско франков, в него входили также и германские племена, двинулась это объединенное войско к Туру. Абдурахман снял осаду этого города и стал отступать к югу. А франки его преследовали. И вот в начале октября 732 года франки нагоняют армию арабов у городка Пуатье. Где-то неделю обе армии стоят друг против друга, не решаясь начать генеральное сражение. 10 октября битва начинается. Целый день она идет с таким переменным успехом, без четкого победителя. Но к концу дня франки совершают вылазку на лагерь арабов. И в этой вылазке погиб Абдурахман. А арабы, лишившись предводителя, отступают. Франки, они даже не поняли, что они победили. То есть, на ночь битва прекратилась. На следующее утро вышли, чтобы продолжить сражение. И обнаружили, что арабы бежали. И таким образом, вот эта очень знаменательная битва при Пуатье. Она была выиграна Карлом Мертеллом, была выиграна франками. И имела три важнейших эпохальных, действительно эпохальных следствия. Во-первых, было остановлено продвижение арабов. Это вот точка, точка максимального расширения арабских земель на запад. После этого арабы уже так сильно не завоевывали каких-то земель в Европе. Во-вторых, о независимости Аквитании уже не могло с тех пор идти и речи. Эд Великий умер в следующем, в 733 году. Ему наследовал его сын. Он стал герцогом Аквитании, но был полностью подчинен Карлу Мертеллу. А в-третьих, личный авторитет Карла Мертелла усилился. Ну, просто до невообразимых высот поднялся. О королях-меровингах уже не вспоминали. Король Теодорий IV, он еще царствовал до 737 года. В 737 году он умер, а Карл Мертелл нового короля Меровинга на престол не возвел. Вот 6 лет королевский престол был вакантным. И никто об этом не вспоминал. Почему? Потому что правил Карл Мертелл. Хотя он королем себя не назначил и не добился своего избрания. Он умер в 741 году. Ему наследовали сыновья Карломан и Пепин. В 743 году они заполнили королевский трон. Посадили на престол Хильдерика III. Причем происхождение этого Хильдерика непонятно. Это вот уже третий король-меровинг, о котором мы не можем сказать, кто на самом деле был его отец. Поэтому считается, что он мировинг. Кто на самом деле, не очень понятно. Но это и не важно, потому что он никакой власти не имел. Он был только номинальным правителем. Братья Пепин и Карломан, они на самом деле ведут довольно кровавые войны. Потому что после того, как умер Карл Мертелл, которому все покорялись, все признавали его авторитет. А на его сыновей этот авторитет не перешел. С ними начали воевать со всех сторон местные герцоги. И вот Карломан воевал с германскими герцогами, вел довольно кровавые битвы. А в 747 году неожиданно отрекается он от власти и уходит в монастырь Монте-Кассино. Есть версия, что нагрешил и решил отмаливать грехи. Пролил очень много крови, сражаясь с германцами. Таким образом, Пепин становится единственным майордомом и правителем всего королевства Франков. Его прозвали Коротким, то есть Пепин Короткий. У него был еще, правда, младший брат, сводный брат Грифон. Ему не досталось реальной власти после смерти Карла Мертелла. Он интриговал, объединялся с баварцами, с аквитанцами. Пробовал что-то себе урвать. Даже его старшие братья с ними готовы были поделиться какими-то графствами. То есть они не сильно его ущемляли, но ему хотелось большего. И вот в этих конфликтах против старших братьев, против уже Пепина в конце концов, Грифон был убит в 753 году. Но это на самом деле не так важно. Более важно то, что в 750 году Пепин Короткий делает знаменитый свой запрос к папе Захарию. Он спрашивает папу, кто на самом деле должен быть королем? Тот, кто носит этот титул, но не правит? Или тот, кто фактически правит, хотя не имеет королевского титула? Папа дал ответ в пользу майордома. То есть того, кто реально правит, но не имеет титула. Это послужило формальным поводом для Пепина созвать в Суассоне собрание франков, которое в ноябре 752 года избирает Пепина Короткого королем франков. А Хильдерик III, последний мировинг на троне, был пострижен в монахи. Вот таким образом, после почти 250-летнего правления объединенным государством, объединенным королевством, династия мировингов сходит с исторической сцены. И на смену ей пришли Пепиниды, которых мы лучше знаем под именем Каролингов. Но о них мы поговорим позднее. Это отдельная большая тема, это уже следующая такая под эпоха. А вот в следующих выпусках я хотел бы более подробно остановиться на общественно-политической, правовой, церковной жизни Галии в течение 250 лет правления мировингов. То есть между 500 и 750 годами. Спасибо вам за внимание и до следующих встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok